здравствуйте вы смотрите классные уроки плюс 100 к интеллекту меня зовут сергей высольцев я историк и сегодня мы поговорим с вами о том как же на самом деле зовут пабло пикассо и почему людей такие странные фамилии как мы называем людей мы даем человеку имя его собственное личное имя но кроме того у человека могут быть еще какие-то имена например имя которое он получает от окружающих в процессе своей жизни назовем это прозвищем как все было большое гнездо или пипин короткий или ричард львиное сердце такое имя нужно было чем-нибудь заработать или какими-то ржими волосами или длинными ногами или каким-нибудь храбрым сердцем кроме того человек может получить в течение жизни какой-то почетный титул который тоже может стать его именем как например например хаджа на средин например хаджа это не имя а это почетное прозвище человека который совершил хадж хадж мурат например такое прозвище становится частью имени человека или человек может присоединить к своему имени имя своего отца чтобы его было проще распознавать то что мы называем отчеством отчество распространено у разных народов но не у всех но не у всех мы обязательно называем человека по имени его отца в исландии или в арабских странах принято упоминать имя отца например был такой в средние века во время третьего крестового похода предваритель мусульман саладин так его называли европейцы но имя у него было такое салах один юсуф ибн айюб и это его краткое имя сокращенное европейцы полагая что салах один стоит в начале значит это его личное имя так его и называли салах один или просто саладин чтобы было проще проще выговаривать на самом деле его зовут юсуф а салах один это его почетное прозвище которое указывает на то что очень благочестивый человек поэтому правильнее было бы называть его юсуф а ибн аюб это его отчество то есть указывает на то указывать на то чей он сын таким образом мы видим что у человека есть имя прозвище отчество но кроме того у человека может быть еще фамилия латинское слово фамилия означает семья этим словом мы обозначаем родовое имя имя которое принадлежит не лично человеку а всему его роду и эти фамилии у разных народов по-разному складываются и по-разному передаются ну давайте посмотрим сначала на русские фамилии мы привыкли что у каждого из нас есть фамилия но на самом деле так было не всегда еще каких-то 150 лет назад было много людей у которых не было фамилии это были крестьяне у которых не было фамилии это были жители российской империи не русского происхождения у которых тоже не было фамилии потому что в их традиции такого нет но в конце 19 века на фамилии стали обязательны ну для того чтобы паспорта вписывать чтобы ввести всю документацию поэтому пришлось фамилии быстренько всем придумывать у кого их еще не было и так появляется очень много таких стандартизированных фамилий которых сейчас много куча всяких там поповых там или фамилии которые даны по местности по названию деревне и так далее в том числе фамилии которые даны людям не русским русские фамилии у нерусских людей но в 19 веке все-таки фамилии у кого-то уже были и мы знаем носители таких фамилий кто не такие это в основном аристократы именно там конечно же в среде родовитых людей раньше всего возникает необходимость для того чтобы ввести свою родословную указывать свое родовое имя и фамилии на руси появляются примерно в 15 веке в 15 веке появляются первые фамилии помните фильм иван васильевич меняет профессию где милиционер спрашивает ивана грозного фамилию говорит рюриковичами у ивана грозного не было фамилия то есть даже не у всех представителей знать и в те времена были фамилии но были фамилии у других его друзей-товарищей глинские шуйские бельские мы всех их прекрасно знаем они свои фамилии передавали по наследству и вели таким образом родословные как такие фамилии появлялись прежде всего фамилия рождалась конечно же из отчества отчество было у всех обязательно указывалось к имени чей это сын таким образом значительная часть русских фамилий просто происходит из отчества всякие ивановы и петровы и так далее это просто-напросто носители фамилии которые когда-то оторвались от общества от носителей фамилий которые когда-то оторвались от отчества некоторые фамилии давались людям по месту их происхождения то есть человек приезжал из какого-нибудь там не знаю залезья говорили а это вот иван залезский например или приезжал откуда-нибудь там из усолья например говорили а этот усольцев так вот происходят фамилии по определенным местностям ну и конечно же огромное количество фамилий которые происходят от прозвищ людей от профессий людей и очень многих народов это самые распространенные фамилии кузнецов одна из самых популярных фамилий среди русских смит англичан там коваль ковач и так далее все это одна и та же фамилия которая говорит о том что какой-то предок подарил вот такую фамилию своим потомкам потому что был кузнецом и про его детей горит от кузнецов сын и далее и далее оторвавшись от отчества эта фамилия стала именем стала именем рода но не у всех есть фамилии до сих пор например в исландии фамилии нет в исландии людей называют по имени и отчеству например президента исландии зовут гвидни йоханнесон это значит что лично его имя гвидни а йоханнесон это сын йоханнеса премьер-министр исландии катрин якобс доттер то есть дочь якобса зовут ее катрин и она дочь якобса и естественно у их детей будут другие отчества а фамилии в исландии не распространены собственно говоря они просто не восприняли вот эту европейскую моду на фамилии которая сформировалась в позднем средневековье в ранее новое время а сохранили старую древнюю манеру называть своих детей по имени и отчеству а теперь поговорим все-таки а пабло пикассо или а пабло пикассо как же его правильно зовут пикассо или пикассо ну мы знаем что пабло пикассо испанец поэтому вроде бы как нужно говорить пикассо но он такой же испанец как и француз потому что все его творчество связано с парижем и парижские его друзья называли его пикассо и сам себя он тоже называл на французский манер пикассо с ударением на последний слог но на самом деле это не его настоящая фамилия вернее это на его настоящая фамилия но не главная фамилия очень интересно дает фамилии испанцы и вообще народы которые говорят на испанском языке они дают ребенку имя и две фамилии фамилия отца или первая фамилия и фамилия матери материнская фамилия она же вторая фамилия при этом первая фамилия является главной и если мы хотим сократить имя человека то мы называем первую фамилию а вторую не называем ну например фидель кастро рус зовут человека фидель фамилию кастро он получил от отца это его первая фамилия фамилию рус он получил от матери, это его вторая фамилия. Если мы хотим назвать его кратко, мы говорим Фидель Кастро. Пабло Пикассо имеет имя Пабло Руиз и Пикассо. Таким образом, первая его фамилия это Руиз, поэтому правильнее называть его, конечно, Пабло Руиз, а не Пабло Пикассо. Но сам Пикассо подписывался, Пикассо, он сам предпочитал вторую свою материнскую фамилию, поэтому совершенно справедливо, что мы называем его не Руиз, а Пикассо. Но надо понимать, что когда носители других традиций сталкиваются вот с этими испанскими именами и фамилиями, они не могут понять, какая же из фамилий главная. Так, например, один из самых моих любимых писателей и, наверное, один из самых великих литераторов XX века, Габриэль Гарсия Маркис, для краткости называется просто Маркис. Но мы с вами уже поняли, что это неправильно. Габриэль Гарсия, вот его будет правильное имя и фамилия. Габриэль это его имя и Гарсия это первая фамилия отцовская, а Маркис это вторая материнская фамилия. Поэтому если сокращать, то нужно говорить Габриэль Гарсия. Но все для краткости говорят просто Маркис, просто Маркис. Но это неправильно. Но испанские имена сложны еще и тем, что личное имя может быть многосоставным. Оно бывает двойным, тройным, может быть даже там гораздо больше элементов. Эти элементы приносят туда, в общем-то, спонтанно. Современные фамилии, конечно же, стремятся в большей краткости. Современные имена стремятся в большей краткости, но еще каких-то сто лет назад испанцы любили давать витиеватые имена. Итак, полное имя Пабло Пикассо звучит так Пабло Диего Хосе Франциско, Де Паула Хуан и Памечена Мария, Де Лос Рамидио Сиприано, Де Лос Сантиссимо Тринедат Руис и Пикассо. Естественно, в жизни таким именем никто не пользуется. Это имя для того, чтобы написать его на приглашении на свадьбу или в какой-нибудь там официальной титулатуре. Для краткости же это имя сокращается до трех-четырех элементов. Теперь давайте поговорим о том, какая же фамилия у Ким Чен Ын или у Ким Ир Сен. Фамилия у них Ким. Тут возникает очередная несостыковочка, потому что мы привыкли имя ставить в начале, а фамилию в конце. Поэтому очень часто нам кажется, что у Ким Чен Ын должна быть фамилия Ын, а Ким – это его имя. Но нет. В Юго-Восточной Азии, в Китае и в странах, которые близки с Китаем по традиции, все наоборот. Сначала фамилия, а потом имя. И никак иначе. Поэтому, когда приезжает китаец какой-нибудь в Россию, здесь оформляет документы, это нужно учитывать и не перепутать местами имя и фамилию. И не называть человека по фамилии, когда его будет правильнее называть по имени. Однажды в игре «Что, где, когда» знатокам задали вопрос. Один монах в рукописи 15 века подписался «Велосипедов! Откуда у него такая фамилия?» Знатоки подумали одну минуту и дали правильный ответ. Угадайте, какой? Конечно же, никаких велосипедов в 15 веке не было. Но знатоки просто взяли и перевели эту фамилию с греческого на русский – «Велосипедов-быстроногов». Дело в том, что как раз в эпоху зарождения фамилий, зарождения традиций присваивать людям фамилии, часто фамилии придумывали какие-нибудь интересные. В частности, придумывали латинские или греческие варианты своих фамилий. Видимо, у этого монаха было прозвище «Быстроногий» или «Быстроног», или, может быть, у его отца было прозвище «Быстроног», а он был «Быстроногов» таким образом. И он более благозвучное имя для себя придумал – «Велосипедов». А вы когда-нибудь задумывались об истории своей фамилии, своего имени? Что означает ваше имя? Откуда ваша фамилия? Может быть, узнавая историю своей фамилии, вы узнаете очень много и о себе, и о своей родне. Это очень интересно. Интересуйтесь. Желаю вам успеха в саморазвитии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова